Литературно-музыкальную композицию патриотической направленности Три богатыря возвращаются, причем возвращаются из Наукограда. В добром здравии и не в ссоре, подле озера на взгорье, жило три богатыря. Лёша, Добрыни, Дрилья, не в тримах, не в стольном граде, не в пирушках, не в усладе, А в простом древянном срубе почивали нынче дроги. Все победы позабыли, словно все меда испелись. Кто таков? Трёхглав дракон, только в сказках нынче вас. Соловья свист в услужении, регулируют движение. Что кощей, тот мутит воду, всё предсказывает погоду. Все предели оказались, словно честности набрались. Только богатыри-герои оказались в оговоре. Воевода. Мы, мол, держим три печи, испекаем калачи, И тройкой на печах ляжат, просыпаться только жрат. В Йентентемпе, ровно к Спасу, все сожрут царя запасы. Не, ну я бы сдал бы их в наём, охранять там водоём. Только вот они никак. Горят у нас контракт. Мол, никто нам не указ, захотел, проснулся, спас. Царь, так позвать всех на ковёр, разберёмся, кто здесь вор. Будет всех к царю, чтоб встали. Алюша, вот достали, ну а если осерчаю, копьё метно стучаю. А ему добры не вторит. Что здесь ходит? Что здесь бродит? Мы три года воевали, годом два ещё поспали. А Илюша улыбался. Он вообще не просыпался. На печах всех трёх в палаты. Царь в сердцах оделся в лад и заявив, что с ей тех пор сам, мол, даст врагу отпор. Этих трёх в Сибирь, пока дожидаться Ермака, в царстве Цацкаться не стану. Замочу там, где застану. Всех бояру слать подачам, воевод, я сам назначу и поулягутся по страсти. Всё для укрепления власти. Только нашим молодцам в шовом сон рассол к сенцам. Поговаривают народе, что к засоням девки ходят. Богатыр ли, спит ли королева, на Руси всё идёт в дело. Бойся, всякая вражина, зарождается дружина. Десять лет прошло спокойно. Царство не пугали войны, урожай был завалиться, обрюхатила царица. И теперь на родостях царь вещает в новостях. Динамичное развитие мы достигли нашей прытью. Мёд в Европе дорожает, наше царство всех снабжает. Чтоб у всех горели свечи, дамбы устроим в Междуречи. Огурцов солёных бочки, 1100 продали точки. На крошей вот еньки вон, создал я стабильный фонд. Если сеном будет рай, купим Краснодарский край. А Америку расстать, втайне нам не удержать. Ченкачгукам всем свободу, шхуну в порт Колумба в воду. Кто трудился больше меры, назовём пенсионером. Вратники брать тех, кто хочет, всем привет мне сынок ночи. Вот бы радоваться, да жить, да в печали не тужить. Но не всем пришлось и в пору, что у царства дело в гору. И чем более богатство, больше на него заряться. Только те, кто был снаружи царства, те боялись дюжи. Ведь за царством слыла слава. Богатырская держава. С испокон велось веков. Бойся внутренних врагов. На приёме хан Ченгиз молвил словно сладкий бриз. Солнце к югу тучи виснут. Средь врагов ты крепко стиснут. Верься мне, услады взор. Хан Ченгиз врагу отпор. Коли так, сбирай войска и круши того врага. Царь, ах если бы всегда к нам пришла одна беда. Север, запад и восток к нам нальют врагов поток. Пусть дружина держит круг, если я погибну вдруг. Сын мой! Чудная твоя речь. Вот накидка царская с плечи. Ещё проси, чё хочешь. Всё, отдам коня, хош-хош. Мыслю так. Сберу ватагу там, что верно будут всягу. Для таких делов и раты мне нужна казна и латы. Но дам и то, и то в достатке. Ну, ступай. Быть надо кратким. Год нет вести от Ченгиза. Царь в тревоге ждать сюрприза. Разные приходят слухи, что напали в поле мухи. Топчут нам слоны и границы, разорив гнездо жар птицы. Половсу сплошная тьма нам подкинула зима. А потом, что нет, всё цело. Кто поведает, в чём дело? Хам Ченгизу шлёт гонца. Тот, как в воду два конца. Так пропал второй и третий. День был в тучах, хоть и летний. И решил, надёжно царь, сам отправиться, как сталь, По главе своей дружины, где в снегах стоят вершины. Долго, коротко, ль дорога, с каждым днём растёт тревога. Хоть коня и быстр бег, путь полгода, выпал снег. Средь полей и снежных дюн встретил войско дед Вещун. Двухметровый, без бороды, весь седой, голый, строгой. Всем привал, разбить пристанье, слушать деда прорицания. Ну, что, ребята, за беда погнала вас холода? Что у печки не сиделось с приключенческим-то местным? Что вам тоже захотелось дирижировать оркестром? Царь в ответе. Так, мол, так, защищаем царство стяг, Укрепляем вертикали, и давно, мол, не гуляли. Мол, решили подразветься, скататься, заодно попить, подраться. В подтверждение этих слов накрывайте сто столов, Вставьте с ней, налейте меду, напугаем, мать, природу. Как сказал один мудрец, тот, что на дуде игрец, Надо Руси пировать, прежде чем повоевать. И от этого в крови силы русском сразу три. На подъеме настроения нету в крабрости сомнения. Твердость рук и зоркость глаза побеждают змея сразу. Только б к утру для печенок ключевой воды боченок. Утро громогласный храп, и лишь анчар читал араб. Природа океана тьмы лавину гнева поглотила, Накинув полок дремоты. Останки куполов и срубов в пустыне чахлые скупой, Где жизни ключ был звоном полон, Теперь лишь сумрачный покой. И ядом напоивший Русь, Оставив знойную пустыню, Как тучи черной саранчи, Все вышли, гордость и гордыню. Бьются русские полки, Уступать орда не хочет. Полночь было у реки, Груды тел и ворон ночи. За рекой Чингис шатрах, Вознеся свое величие, Приняв истинно обличье, Хитрым змеям сеет страх. Бьются день, два, месяц более. Битвы края не видать. Хан в колодцах травит воду, Царь взывает воеводу, Снаряжает на подводу, Надо войско выручать. Слушай, старый воевода, царь, Мой наказ, ты будь так добр, СМС-кой шлись в Сибирь, Нужен войску богатырь. Лучше же, конечно, три, На, вон, рупор захвати. Рупор вещь, не мегафон, Абонент всегда включен. А в Сибири, воздух воли, Енисей впадает в море, Кедры гнутся на ветрах, Небо держат на столпах, Зверь таежный не таится, Рыба серебром лоснится, На полях и в деревнях Все растет, как на дрожжах. Статный, молодый и южий, Как игрушки тянут гужи, Три десятка молодцов, По повадкам сел отцов. В одно время засыпали, Так и про отцов узнали. Ильичи, Алексеичи, Добрынчи, Дадевичи, Живут все припеваючи, Трудясь и отдыхаючи. Вот в сенцах наш воевода Бьет оклоны до оклода, Бьет поклоны до оклода И вступает разговор. На границе нашей Вор, царь зовет, Алеша, Постой, стож слышу, А не нас ли он и выше. Было дело, глазу вон, Но зовет, Россия стон плачет, Матушка землица, Все вокруг испепелится, Коль откажетесь помочь. В плен попала, Царская дочь, Если в полон ей конец, Кто спасет, тот под венец, Кто помог, вторую сватой. Добрыня, Русь одна, Ее и рапу. Двадцать лет лежим на печи, Мнем бока и девок лечим, Помахаем булавой, как встарь, Ну кто со мной? И когда, казалось, враг, Погрузил дружину в мрак И злоди, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы на подбор, Только три чуть-чуть постарше, Папа с сынами на марше. Вышли, С ними воевода черноморская порода, И пошла лихая сеча, Свисты стрел и ляски меча, Треск от копий, Звон кольчугину с нашей стороны и ругань. Так под шутки прибаутки Был повержен хан Чингис, Молодцами свернут вниз, Пировали ровно сутки. Двадцать третий февраля, Отмечаем мы не зря, В этот день богатыри, А не три, а тридцать три, Всех спасли, уберегли, Кабы мне усы длиннее, То по ним бы потекло медовое хмель и вино. Так лишь тост перед народом, Русь гуляй, Всех с летним слетом! Ты кричешь, как река, Странное название, И прозрачен асфальт, Как реке вода, Искна, как град, Ты мое призвание, Ты и радость моя, И моя беда, О, Гнинск, наукоград, Ты мое призвание, Ты и радость моя, И моя беда, Горожане твои, Люди все великие, Открывают миры, По делам спешат, О, Гнинск, наукоград, Ты моя религия, Мостовые твои Не всегда лежат, О, Гнинск, наукоград, Ты моя религия, Мостовые твои Не всегда лежат, От любви, От твоей Ты и вовсе не излечишься, Сорок тысяч других городов любят, О, Гнинск, наукоград, Ты мое отечество, Никогда до конца Не понять тебя, О, Гнинск, наукоград, Ты мое отечество, Никогда до конца Не понять тебя, Спасибо, это была команда Старый город.